Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите канал Порошок Столу. Наступает замечательный светлый праздник Пасхи. Сегодня я хочу с вами поделиться своим рецептом творожной Пасхи. Для творожной Пасхи нам понадобится творог, масло, сахар, сливки жирностью 35%, апельсин, изюм и орехи. Для начала орехи обжарим на сухой сковородке. Пока орехи остывают, будем взбивать сливки. К сливкам я добавляю немного сахара и взбиваем сливки до готовности, до густой пены. Теперь измельчим орехи. Натрем цедру апельсина. Апельсин, конечно, обязательно нужно очень хорошо вымыть. Теперь соединим все продукты. Я сначала творог немножко разминаю вилкой. Я беру творог рикотта. Мне почему-то он больше всех творогов нравится, но здесь опять на ваш вкус. Также подойдет обычный творог или ванильный творог. В общем, вы можете использовать любой творог, как вы любите. Теперь к творогу добавляю растопленное сливочное масло, орехи, изюм. И взбитые сливки. Добавим цедру апельсина. И теперь все надо хорошо перемешать. Теперь творожную массу надо переложить в формочки. Можно, конечно, перегладывать в специальные формы, но у меня все по-простому. Я взяла обычное сисечко, положила в него двойной слой марли, и теперь переложим сюда всю творожную массу. Теперь массу хорошо утрамбуем. Закрываем марлечкой и поставим в холодильник на ночь. Друзья, Пасха простояла у нас ночь в холодильнике. Теперь мы ее перевернем на красивую тарелочку. Она получилась плотная, хорошо стеклась лишняя жидкость. Я вам даже покажу. У меня получилось ее не очень много, потому что более-менее суховат был порог. Марлечку будем снимать аккуратно, чтобы Пасха осталась красивая. Теперь будем украшать Пасху. Я натру шоколад. Также украсим орешками и дольками апельсина. Пасха получилась красивая и очень вкусная. С орешками, с шоколадом и нежным апельсиновым вкусом. А наш канал поздравляет вас со светлым праздником Пасхи. Желаем вам благословения, здоровья и добра. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новых рецептов. Прошу к столу и приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...